Олег Валерьевич, здравствуйте. Слышно нас? Да, коллеги, вас слышно, да. Можете спрашивать, пожалуйста, начинайте. Ну, для начала, если можно, Олег Валерьевич, комментарий по прошедшему матчу. Ну, хорошая игра, я считаю. Улитый, ну, а так неплохо играли. Ну, в принципе. Если он так посчитал, нужно сыграть, значит, посчитал. На ваш взгляд, с какой-то, не знаю, с психологической точки зрения, вот это действие не прибило команду? Казалось, победа, она уже в руках. Женщик прибило, не прибило. Это булитый. Ну, посчитал, вратарь посчитал, нужно так сыграть. Ну, значит, ответственность взял на себя. Ну, что делать? Если бы вышел немножко пораньше, может быть, и вывел бы шайбу. Олег Валерьевич, кто сейчас ближе всего к возвращению из лазарета? Олег Валерьевич, ну, после паузы ваша команда меньше трех шагов не забивала в предыдущих матчах. Что сегодня помешал, в первую очередь, такой немалорезультативный матч получился? Ну, во-первых, помешал это Уфе. С хорошей командой играли. Играли. Здорово по тактике сыграли. Ну, хорошая команда, в принципе. Ну, что, такое бывает. Еще, пожалуйста, будут вопросы? Нет у нас с вопросами. Все, спасибо большое. Спасибо. Hello, Томи, с победой. И комментарии по матчу, пожалуйста. Brief comment. Очень тяжелый матч сегодня. Хорошая ночь. Ну, в первую очередь, доволен тем, что мы сегодня набрали очка. Сегодня у нас был очень сложный матч с сильным соперником, с хорошим соперником, который сегодня хорошо защищался и старался выждать наши ошибки. Вопросы, коллеги? Владимир Бакулин, КХЛ, Томи. Почему Воробьев сегодня все-таки в четвертом звене оказался? Не совсем его позиция. First game, he had a long, long, long break before this game, and we thought that it's a good place for him to come back, and I think he didn't play badly, and I don't know. How can I say? Fourth line. Амиров played there, and Hohrikova, and they went fourth on the ice. That was the only thing that they, like, fourth line. What do you need to do with Rodion Amirov, to be able to climb up to the third line? How can I do with Rodion Amirov? How can I do with Rodion Amirov? He had an injury, he didn't practice with the team. And now I think that, I thought that we go step by step. He started 13 forward, and then he came back to the game. Я не знаю, что он сделал сегодня. Он сделал хорошо. И сегодня мы должны решить решение о том, что мы сделаем в следующем матче. Нет, я не знаю. Если вы выигрываете овертами, то вы получите 2 очка. Почему мы не видим такой атакующей, яркой игры, особенно после паузы на вратуре? Это было очень скучно. Я думаю, что мы все имеем в виду. Есть противника на айсах. И если они отмечают скорость от игры, если они играют очень пассивно, то вы должны найти возможность победить. Я думаю, что мы победили сегодня. И я с удовольствием с этим. И сложно играть в 60 матчей. Всегда отмечать 5 очков и играть активно. Вы должны найти возможность победить различных противников. И сегодня мы сделали это. В первую очередь, очень сложно показывать супер-атакующий хоккей все 60 игр. Потому что не стоит забывать, что мы всегда отталкиваемся от соперника. Если соперник играет слишком в родительный хоккей, то нам приходится искать пути к воротам. Взломать эту защиту. Поэтому сегодня нам это в то же время удалось. Поэтому этим как раз таки я и доволен. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Метя Корсеть. Третий гол в Питере. И сегодня гол Спартака. Оба после давления соперника. У Салата есть проблемы с игрой под давлением? Это потеря концентрации или что? Я думаю, что сегодня нет никакого соперника. Мы контролируем много пахов. И соперники играли очень хорошо. Они поддерживали хорошо в предыдущем третий. И это был наш главный вопрос сегодня. Сегодня я считаю, что соперник не так был агрессивен в своей игре. Поэтому здесь сложно сравнивать гол. Сегодня они больше защищали свои ворота, а мы больше контролируем чайбу. Определились ли с воротарем на матч против Нефтехимика? Еще раз. У него не слышно было. Что еще раз? Определились ли с воротарем на матч против Нефтехимика? Ну блин, с Борисом, да-да. Борис, у нас есть Санды, у нас есть Борис. Борис, и мы увидим сегодня. Сегодня мы сделаем решение. У нас есть отличный выбор с голлкипером. Поэтому мы завтра примем решение по этому поводу. Томи, чем можно объяснить ошибки Мэтцеллы? В последнее время допускают определенные ляпы. Где-то очень эмоционально себя показывают. Клюшка сломал на выезде. Вот с чем это связано? Психология или что-то другое? Да, я думаю... Я не верю ему. Он один из лучших победителей в этой лиге. И я думаю, нет вопросов о том. Я думаю, что Мэтцелл один из лучших голлкиперов в Лиге. Он всегда помогает нашей команде побеждать. В том числе и сегодня. Потому что он совершил пару отличных спасений для нас. Что касается ошибок, то любой голлкипер допускает. И поэтому из одной ошибки не стоит, в принципе, зацикливаться на ней. Вступ是.... Я думаю... Я думаю, что молодцы из Салавата Юлайва могут присоединиться национальной команде. Я думаю, что это большая честь для Салавата Юлайва и для Салавата Юлайва. Это, по сути, очень хорошая вещь. Я думаю, что это для Салавата Юлайва, как система, большая честь, что ребята вызвали национальную сборную. Я думаю, что у нас есть широкий ростер, поэтому мы можем найти игроков, вместо тех, кто. И это, опять же, возможность для кого-то, кто может приехать в команду. И он имеет возможность показать, как мы можем играть в этом уровне. Я думаю, что это приводит больше конкуренции. И для ребят это будет возможность себя как-то проявить. Томми, вот вы сказали, что сложно показывать атакует... Сейчас, да, переведу кое-что еще. Что касается того, как это трудно менять в этих трех парнях? Я не могу сказать. У нас есть трех матчей, перед тем, что бойцы присоединились национальную команду. Так что у нас есть много времени. Как я сказал, трех матчей. Так много вещей может случиться. Так что я могу сказать. Не могу сказать, что конкретно кого-то будет сильнее не хватать, когда ребята уедут. Потому что у нас еще, во-первых, три игры дальше. Поэтому сейчас это сложно. Это как раз таки ответ на вторую часть вопроса. Денис, пожалуйста. Спасибо. Вы сказали, что сложно играть в атакующий хоккей. 60 матчей. На ваш взгляд, до этого все матчи Слава отыграл в атакующий хоккей. И есть ли действительно тот яркий сверх атакующий хоккей, о котором мы говорили, вот просто на его взгляд? Или пока не все получается? На этот момент я не могу ответить. Так что есть много игроков. И, как я уже говорил, это всегда игроков. Вы должны понимать, какой тип игроков у вас есть. Я думаю, что у нас есть много игроков. И я думаю, что если мы проверим, как много игроков мы получили, это очень эффективно. Конкретно сейчас, конечно, сложно сказать, какая конкретно игра. Что касается... Не стоит забывать, что, во-первых, как уже повторюсь, часто зависит от соперника. Но если мы посмотрим в таблицу, то мы увидим, как много голов мы в этом сезоне уже забросили. Это и есть ответ на вопрос атакующий хоккей. У нас, собственно, все. Спасибо. Thank you, Tommy. Good luck. Thank you. Андрей, здравствуйте. Нас слышно? Слышно, слышно, да. Добрый вечер. Ну, здравствуйте еще раз. И если можно, для начала оценку матча. Оценку матча? Ну, судя по результату для нас, до конца положительно, конечно. Лед был вязкий. Не вязкий, а какой-то, не знаю, мороженый. Тяжело было и посты точно не отдать. Ну, Уфа хорошая команда, конечно, что ты скажешь. У нас были моменты, нужно было использовать, в принципе, игра была в большинстве. Использовать свои моменты, не допуская ошибок, в принципе. Ну, я считаю, она не зря эта игра перешла, в принципе, овертайм по булитам. Но здесь уже решила мастерство отдельных ребят, в принципе. Обидное поражение. Плюс у нас шла определенная серия, и мы хотели ее продолжить. В принципе, у нас четвертая игра только подряд. Нам еще две играть, как говорится, через день. И хотел поблагодарить наших болельщиков. Все-таки это такое непростое время, где не всех пускают, не заполняем из арены, не у всех вообще возможно на какое-то количество, только персон. И спасибо, что они за нас болеют, их слышно, не переживают за нас. Спасибо. Спасибо, Андрей. Коллеги, вопрос. Не забываем представляться. Владимир Баркулин, КХЛ. Андрей, ну вот вы сказали, что действительно обидное такое поражение, да? Почему все-таки вот не удалось сегодня продолжить вот эту победную серию хорошую, которая пять матчей составляла? Ну, как я вам сказал, то есть мы играли не с мальчиками для битяя, это хорошая квалифицированная команда, плюс сегодня вратарь, вы видели, в принципе, он совершал, во-первых, с обеих сторон, конечно, были великолепные сейвы, поэтому тяжелая игра, у них есть хорошие исполнители у нас, поэтому... Ну, видите, так произошло. Поэтому все так произошло. Андрей, ожидали вообще, что вот игра такая не столь результативная будет? Нет, как раз вот этого не ожидал, потому что предыдущая наша игра с ними у нас дома, была, наоборот, прям открытый хоккей, то есть болельщикам понравился матч, была перестрелка шайб, так называемая. В этом матче я, наверное, виню все-таки условия льда, потому что, наверное, мы выходили, ну, я не знаю, ты как по рельсам едешь, не хочу никого как бы обвинить в этом, но есть какие-то сопутствующие, да, это для всех одинаково, и для них, и для нас. Но, видите, так много голов в этом матче не было. Андрей, вы являетесь воспитанником уфинской школы хоккея, вот как уфе-то играется? Ох, сколько лет назад это было, да? Ну, уфе играется все-таки, я понимаю, куда я приезжаю, откуда я родом, и я как бы всегда буду благодарен этому клубу, это мой родной клуб здесь, как говорится, не перебавить, не убавить. Ну, во-первых, надо еще домой успеть съездить, слава богу, мы остаемся сегодня после игры, сейчас обязательно надо к маме наведаться, к отцу на кладбище обязательно повидать, конечно. А то не всегда получается, мы приезжаем, если приезжаем, бывает, на игру ты улетаешь, и хоть какое-то время с родными увидеть. Спасибо большое. Спасибо. Денис Тейпов, горобзору. Андрей, а можете подробно рассказать, пожалуйста, в чем там причина некачественного льда, чем он отличается от качественного, который в Москве? Ну, давайте, не будем цепляться, я просто вот сказал, как бы, есть момент, да, то есть ты даешь пас, бывает, она идет, вот, как по ребристой поверхности, как вот рябина, есть такая, на воде бывает, негладкий. Здесь есть момент. Я говорю, ну, есть такой момент, был, поверьте. Как бы никто, если мы сейчас проиграли 0-5, я бы сказал, что я отмазываюсь, как говорится, но она была, как бы, на той стороне и для нас, и для них. Ну, что есть, то есть, поэтому где-то не было, может, каких-то определенных острых передач, или где-то таких прям тонких, чтобы завершить, потому что она везде где-то подлетала. Потому что, что есть, то есть, но это для обеих сторонных команд, здесь я, как говорится. Вот так. Андрей, спасибо вам огромное, удачи в дальнейшем. Напоминаем, с нами был защитник Московского Спартака Андрей Зубров. К нам подключается Шакир Мухаммадуллин, защитник Слават Юлаева. Шакир, слышно нас? Да, да, здравствуйте. Приветствуем тебя, ну и для начала прокомментируй матч, пожалуйста. Интересная игра с хорошо организованной командой, то есть, команды практически безошибочно играли, за исключением некоторых моментов. Что в атаке, что в обороне, обе команды сегодня показывали свою наилучшую игру. Спасибо за оценку матча. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Представляться не забываем. Денис Тейпов, Горобзор. Шакир, вас вызвали, ну вы попали в расширенный состав молодежной сборной России. Состав объявили после того, как объявили состав на матч Салфевая-Спартак. Вы узнали об этом до игры? Нет, сейчас только от вас узнаю. Сейчас посмотрю список и уже пойму, еду я или нет. Шакир, ну вы сказали, что игра была без ошибок и практически идеальная в атаке и в обороне. Действительно, практически идеальная в атаке игра, потому что со стороны трибуны это был, наверное, самый скучный матч в сезоне. Ну, еще раз говорю, сегодня встречались две организованные команды и не допускали таких серьезных ошибок, чтобы были провалы в обороне. И не всегда все получается в атаке, но когда моменты были хорошие, мы их пытались реализовывать. Владимир Бакулин, КХЛ. Шакир, вот в голове держали, что последние матчи со Спартаком не совсем удаются? Да нет, почему, даже не смотрели статистику такую. Проанализировали игру соперника с последних матчей и уже готовились непосредственно по последним их играм. Владимир Бакулин, КХЛ. Шакир, по поводу Алексея Герданов, Московский Александр, получил шапку в раздевалке. Насколько я помню, первый раз в этом сезоне, как ощущения? Да, неожиданно получил эту шапку от Филиппа. То есть, ну, такие эмоции положительные. Спасибо ему, что дал мне эту шапку, выделил меня каким-то образом. Но сегодня вся команда играла хорошо, все молодцы. Кого-то одного невозможно выделить. Шакир, спасибо огромное, удачи и с победой еще раз. Спасибо застанье. Маркус Гранланд к нам подключается. Хэллоу, Маркус. Ну и, если можно, для начала комментарии по прошедшей игре. Ну что ж, хорошая победа, хороший матч. Два очка набрали, то, что было нам нужно. Посто вопрос. Владимир Бакулин, КХЛ. Маркус сегодня достаточно эффектно исполнили булиты. Специально так хотели обыграть гудочка? Да, конечно. Да, конечно. Конечно, это очень приятно играть на шут-outs. И я получил два шанса. И я работал два раза. И, как я сказал, это очень хорошая победа для нас. Может быть, вы пытаетесь сделать что-то специальное? Это зависит от ситуации. Нет, у вас есть несколько движений, которые вы пытаетесь сделать. И теперь я пытаюсь смотреть голова, что он будет делать. И сделать движение. И, да, хорошие голы. Ну что, хорошие голы получились. В принципе, есть пару движений, благодаря которым ты хочешь голкипера обмануть, голкипера переиграть. Поэтому хорошо, что сегодня удалось это сделать. Олег Чернов. Собкор 02. Что с вашим здоровьем? По-моему, у вас сильный насморк. У вас все в порядке? Нет, все хорошо. Сегодня тяжеловато. Легионерское звено выглядело и, в целом, ударное. Много было брака. С чем это связано, на ваш взгляд? Особенно в первом периоде, плохо было? Да, я не знаю причину. Очевидно, есть другие команды, которые пытаются быть хорошо против нас. И я думаю, что вся команда знает, что мы играем хорошо. Поэтому я думаю, что когда сезон продолжается, каждый игрок будет сложнее. И мы просто должны быть лучше. И я думаю, что сегодняшний матч называется индивидуально для себя одним из лучших в сезоне. Не только потому, что буллит и ассист, но и в целом моменты, уверенный вход в зону и прочее. Да, я не знаю, если это один из лучших в сезоне. Но, да, я чувствовал сегодня хорошо. И, да, много возможностей. Но это очень долго сезон. И ты должен быть хорошим каждый вечер и каждый игрок. Но, да, это один из лучших в сезоне. Могу сказать лишь то, что да, сегодня была хорошая игра. Достаточно много хорошего получалось в атаке. Но не стоит забывать, что, в принципе, еще большая часть сезона впереди. И поэтому надо концентрироваться на следующих матчах, чтобы как можно лучше действовать. Расскажите немного про игру в первом звене вместе с Кротиканином и Манином. В основном Кротиканин создает для вас и для Сакари моменты. Хотели бы вы играть более созидательную роль? И вообще как, спустя примерно половину регулярки, оцените свое взаимодействие? Да, про кемисты. Я чувствую, что мы знаем, что мы будем делать на сезоне. Мы все знаем, что планируется, что мы пытаемся сделать. И другие вопросы. Да, Харди, он очень хорошо с пакетом. Он очень сильный с пакетом. И также Манин, он работает очень много в каждом игре. И, конечно же, он играет в центре. Он должен быть вверх и вверх. Он очень важен для меня и Харди. Что касается нашего взаимодействия, нашей химии, мы прекрасно понимаем, что каждый из нас будет делать. Поэтому, наверное, с этим связана наша хорошая статистика. Отвечая на вопрос по поводу игры с Харди Канином, в частности, то Харди Канин большой и сильный игрок, который хорошо умеет контролировать и удерживать шайбы, создает нам моменты. Но при этом не стоит забывать, что Манин, он играет и в защите, и в атаке. Очень много работы также проделает. Поэтому у нас, наверное, если подытожить, такая хорошая тройка. По этим причинам. Денис Тейпов, Горобзору. Маркус, все удивились, когда будочек взял и выбежал из ворот, когда вы исполняли буллит. Какие были эмоции у вас в этот момент? Да. Может быть, это было странно. Да, это было странно. Но иногда пытаются пытаться это сделать. И вы должны реагировать, когда они делают это. И я сегодня реагировал хорошо. И это был хороший гол. Ну да, немножко это было странно. Но самое главное в этой ситуации успеть среагировать. И у меня получилось на это правильно среагировать и забить гол. И второй вопрос. Защитник Спартака Андрей Зубарев сказал, что качество льда сегодня не позволяло делать острые передачи. Вы это лично ощутили? Спасибо. Да. Вообще Айс. Это же самое для двух командов. И можно всегда сказать, что это может быть лучше. Но это не проблема. У каждого игрока мы знаем, как играть в хоккей. Мы можем сделать игрок. Айс. И это для двух командов. Ну, отмечу, что, в принципе, лед для обеих команд одинаков, каким бы он ни был, хорошим или плохим. Поэтому здесь все зависит именно от игроков, как они будут задавать свои моменты. Ну, вот так. У нас, собственно, все. Спасибо, Маркус. Спасибо.